Доброе утро! Снова в эфире проект «Поехали!» К этому испытанию команды приехали четко, бампер к бамперу. У мальчиков и девочек баллов поровну. Кто же вырвется вперед, узнаем в этом испытании. Но в дело вмешается лишний груз. К проекту «Поехали!» Капризы погоды не страшны. Наши участники уже успели научиться менять покрышки и водить автомобиль с закрытыми глазами. На этот раз им понадобятся не только водительские навыки, но еще и интуиция, знание геометрии и физики. Лишний груз – автомобильный прицеп. На первый взгляд упражнения стандартная змейка, езда задним ходом и гараж. Все просто, но если в маневры вмешивается прицеп, задача усложняется весьма интересным образом. Аккуратно, не торопясь в продвижении всего каравана, но многократно проверяя свое направление. То есть работа по зеркалам, быстрая работа с рулем, чтобы изменить направление, вовремя его скорректировать. Участники должны по очереди проехать дистанцию на время. В конце испытания время складывается и выводится общий командный результат. На счету каждая секунда. Первым на старт вышел Дмитрий Жигульский. Дима подошел к заданию со спортивным азартом. Желание показать лучшее время стоило ему нескольких ошибок. Но в итоге он довольно быстро справился с прицепом. Четыре минуты, одна секунда. Почти ювелирно. Несмотря на то, что был первым, показал неплохое время. Как у тебя это получилось? Ну, тут сложно сказать. Просто я, наверное, почувствовал машину, прицеп и получилось. Боюсь. Не боись. Она не пытается. Следующей за роль автомобиля с прицепом села Виктория Аронова. С первых секунд дистанции она настолько активно включилась в процесс, что прослушала некоторые откровенные подсказки инструктора. Вика обороты не избавляла и изрядно газовала. Отсюда много ошибок и неутешительные для команды девочек. 11 минут. Парни вырвались вперед. Для меня на самом деле самое сложное было это не прицеп, а поворачивать руль в этой учебной машине и переключать скорости. Я поняла, что я просто слабая женщина. Потому что столько усилий требовалось для того, чтобы просто развернуть налево или направо машину. Вообще проблем нет. А вот назад... Я справлюсь. Следующим драгоценное время в копилку мужской команды внес Денис Рыбачук. Опытному водителю не составило труда справиться не только с авто, но и с прицепом. Быстро и без ошибок. Отсюда и время. Две минуты, две секунды. Ощущения классные. Первый раз в жизни катался с прицепом. Честно, позвонил папе, спросил, как это делать. Папа сказал, я не знаю, пойми физику. Я такой, папа, хорошо, буду стараться. Но, думаю, получилось хорошо все. К тому моменту, как Татьяна Сазонова села за руль чепки, девушки уже проигрывали команде парней пять минут. Сможет ли Таня сократить разрыв? Можно я поеду сзади? Отличное решение. Но не в прицепе. Она быстро поняла алгоритм, но в какой-то момент сбилась, растерялась и потратила уйму времени. Остановки, ошибки и очередные для девочек одиннадцать минут. Сейчас зеркала настроим. От заезда к заезду разрыв между командами все больше увеличивался. Даже самая быстрая среди девушек Анастасия Хопчук не смогла его сократить. Парни оказались лучше девчонок и проехали дистанцию на двадцать минут быстрее. Но все участники сошлись во мнении, что испытание оказалось очень сложным. Вроде бы по логике и головой ты понимаешь, что надо делать, делаешь, а надо все наоборот. Пришлось перестроить мозг для того, чтобы повернуть в одну сторону прицеп, приходилось руль в другую непривычную сторону крутить. Это очень сложно на практике сразу им управлять. Но я думаю, до дачи я картошку могу довести и можно задуматься о получении прав на прицеп. Ну что, дорогие телезрители и участники, время подводить итоги. Я торжественно объявляю всем нам, что в этом испытании победила команда парней. Но девчонки тоже не промах, они проиграли, но совсем чуть-чуть. Я думаю, что... Я думаю, что они вырвут победу в следующем испытании. Но если им повезет, конечно, парни... Но не повезет, повезет. Как это будет, смотрите в нашем утре. Проект «Поехали» продолжается. В кадре все было очень красиво, да? Соревновательный момент. Но на самом деле наша сегодняшняя съемка началась очень-очень интересно. Видите, ребята до сих пор продолжают веселиться. И прямо сейчас специально для зрителей нашего утра и проекта «Поехали». Все, что осталось за кадром, как в фильмах Джеки Чана. А что вы жжете-то, я не могу понять. Спасибо. Вот, это мы тебя поздравляем. Спасибо.